Без права на отдых родители октавских детей недовольны отсутствием мест в пришкольных лагерях. Еще в прошлом году отдать ребенка в оздоровительный лагерь мог каждый желающий. Сегодня же места вакантны только для несовершеннолетних из социально уязвимых семей. Почему в своей заботе о малообеспеченных чиновники забывают об остальных детях? Все мысли мамы восьмилетнего Эльдара Ксении Широковой заняты тем, чем занять ребенка летом. Мальчик окончил первый класс и для него начались долгие каникулы. Мама на работе и хотела бы, чтобы ребенок был под присмотром. Она больше месяца подыскивала ему место в детском оздоровительном учреждении. Оказалось, что самый оптимальный вариант по стоимости – пришкольный лагерь. Однако, как выяснилось, попасть в него непросто. Платные лагеря выездные слишком дорогие, да ребенку у меня всего 8 лет. Вот я боюсь его отпускать. А местные пришкольные лагеря в этом году, сказали, сделаны только для детей-бюджетников. Ну, из малообеспеченных семей и так далее. А куда девать ребенка, 8-летнего, если я целый день на работе? В этом году в Мангостовской области будут работать 6 загородных лагерей, 69 – пришкольных и спортивных. Из загородных два принадлежат компаниям. Туда попадут лишь дети сотрудников. Один – государственный, он для детей и социально незащищенных слоев населения. И два – частных. На них цены варьируются от 40 до 60 тысяч тенге за 12 дней. Дешевле никак, говорят руководители. Если вот считая нашим городом, у нас все привозные же, овощи, всякие эти. Да, у нас дорогая, да. И питьевую воду мы сами вот с ними договор составляем. Вот здесь бризом, например, этим возим сами. Есть, там центральная вода есть. Только вот для питьевых мы специально даем вот такие. А вот пришкольные лагеря все заняты бюджетниками. Из казны на летний досуг детей и социально незащищенных слоев выделено 256 миллионов тенге. Отдыхать эти дети будут за счет государства. Остальные – неудел. При школах будут работать 39 кофельных лагерей с охватом 6 тысяч детей. И 30 на спортивных лагерях с охватом 4 тысячи детей. Для 111 600 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов с ограниченными возможностями, для одаренных учащихся. К слову, для Казахстана Монгастау не правило исключения. В других городах система летнего отдыха более налажена. К примеру, в Актюбинске более 400 пришкольных лагерей. И работают они для всех желающих. Тем не менее, качество казахстанского отдыха в оздоровительных лагерях, хоть и улучшается, но небольшими темпами. К примеру, в Монгастауском лагере «Волна» из развлечений, залы для занятия спортом и кино, а также пляж. 12 дней в лагере обойдутся родителям в 46 тысяч тенге. Для сравнения, отдых ребенка в Турции в знаменитом «Бананоклабе» на 15 дней стоит 210 тысяч. Но сюда входит перелет, трансфер, медицинская страховка, экскурсии, отдых на пляже, бассейны, комнаты с кабельным телевидением, сплессистемами и телефонами. Ирина Гончарова, Мадыка Манкула, специально для Тумбы Кейзет.